Поскольку эксперт по мозгу у нас, я хочу вас спросить, ну, безусловно, как вы считаете, как лучше сконцентрироваться на нужной тебе необходимой цели, да, когда у тебя есть телефон, компьютер, и ты просто не можешь? Ну вот сделать то, что со мной случайно получилось, а именно отключить и всё, отключить и всё, и дать себе время думать просто, а не шарить по этой бездонной, безграничной поляне, на которой, ну, мы же понимаем, что в интернете происходит, я имею в виду не в отрицательном данном случае смысле, а просто это гигантский объём информации, тут ты не вынырнешь никогда, а думать когда будем, если мы будем только искать, 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 когда будем думать? Ещё пара коротких вопросов. Как вы думаете, что поможет лучше развить мышление и эмоциональный интеллект? Такой вот вопрос. Ну, мышление и эмоциональный интеллект – это, я не понимаю, почему вы их в пару взяли. Эмоциональный интеллект? Да. А зачем вам слово интеллект здесь? Я бы просто эмоции, а это искусство. Контроль над эмоциями можно так сказать? Контроль над эмоциями? Контроль над эмоциями – это вообще другой вопрос, потому что контроль над эмоциями осуществляется вот здесь, в фронтальных, префронтальных отделах мозга, которые вообще регулируют поведение, делают его адекватным, целенаправленным и так далее. А эмоции находятся вообще в другом месте. Поэтому вы говорите про сами эмоции или про то, как их контролировать? Это разные вопросы. Сами эмоции – это химическая вещь, и зависит их развитость или не развитость от того, насколько… Ну, уж как и уродился, конечно, но кроме этого, насколько ты смотрел серьёзное кино, сложные пьесы, читал литературу, слушаешь правильную музыку. Ну, на само или не на само, можете идти в консерваторию учиться. Да, последний вопрос, я вижу, что вы уже улетаете. Да, хочу спросить, что вы посоветуете сейчас современному студенту, который вас любит, смотрит и специально посмотрел это видео, а это любой студент РГГУ, что вы посоветуете ему сейчас, в молодом возрасте, во что ему нырнуть? В смысле специальности? Нет, а как ему развиться, с чего начать? Я бы сказала вот что, я с конца начну. Меня страшно раздражает большое количество книг, которые у меня стоят дома. Раздражает оно вот почему. Потому что я думаю, я давным-давно буду на том свете, а они всё ещё здесь будут стоять, и я значительную часть их никогда не прочту, потому что я не успею. Потому что очень много литературы научной, которые… Ну, мы заняты, мы просто заняты. Поэтому вот современным студентам, а на самом деле ещё и школьникам, я бы советовала как можно раньше начать читать эти мировые шедевры, потому что искусство позволяет человеку проживать другие жизни. А, например, вот первоочерёдно? Какую книгу? Как это? Первоочерёдно? Нет. Если хотите провокации, то Алиса в «Стране чудес». Самая умная книга последних двухсот лет, я думаю. Я в сути с вами согласен. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Как ему понятно, мы пока ещё высший вид на Земле, и мы такие, какие мы есть, потому что у нас такой мозг. С этим мозгом мы играем в очень опасные игры. Как с настоящим мозгом, о чём сейчас нет возможности, с биологическим сейчас нет возможности говорить, так и почему-то мы решили создать его клон. Вот этот искусственный интеллект, это, между прочим, как правильно Виктор Константинович сказал, здесь много ловушек в словах, потому что разные люди очень разные вещи имеют в виду, когда они говорят цифровизация, и тем более, когда они говорят искусственный интеллект. Искусственного интеллекта, слава тебе, Господи, пока что нет. Но у нас есть вероятность, что он может появиться, и мало нам не покажется. Потому что та ситуация, в которой мы сейчас оказались, а мы уже никуда из неё не денемся, это просто факт, она ставит перед нами цивилизационный выбор. А именно, мы собираемся ещё на этой планете жить? Или мы сдаём все карты, и пускай эти программы всё делают, а мы будем только вино пить или убивать друг друга. Первый вариант предпочтительный. Конечно, то, что у нас в голове, это сложнейшая нейронная сеть, и об этом, вероятно, будет Константин Владимирович говорить, ясно, что это запредельной сложности история. О том, чтобы воспроизвести это в железе, не может быть и речи. Во-первых, потому что это сложнее, чем всё, о чём мы имеем хоть какое-нибудь представление, глядя на Вселенную. А во-вторых, мы совсем не знаем, как это функционирует. Это отнюдь не хождение сигнала по проводам, потому что разные точки зрения есть. Например, что это бульон, в котором химические процессы – это совсем другая история. О, кстати, очень интересно, просто некогда говорить об этом. Я показываю Эйнштейна и Чаплина парой, потому что один представляет науки, а другой представляет не науки. А говорят они примерно одно и то же. И живут примерно так же. Например, меня интересует, зачем вот эти люди, один из которых Эйнштейн, они зачем на скрипке играли? Меня всерьёз интересует этот вопрос. Потому что это не сюжет, когда землю попашет, попишет стихи. Как бы занимает серьёзным делом, а потом отдохнёт. Это не про то. Времени нет, поэтому я очень сжата. Моя версия такая. Они переключали мозг на другой режим работы. Это вообще другая история. И об этом много написано, в том числе и Эйнштейном самим. Пишет Эйнштейн вот что. Интуиция – это священный дар, а разум – покорный слуга. Если бы это написал поэт, художник или просто мечтатель, то это бы никого не удивило. Но это говорит учёный. Он более того, в разных местах говорит. Интуиция важнее, чем знание. Потому что знание ограничено, а интуиция и воображение даёт возможность выйти за ту территорию, по которой мы привыкли ходить. Открытия делаются там. Ни одно открытие не сделано логарифмической линейкой. Я имею в виду метафорические, естественно. Открытия делаются на чужих территориях. Для этого нужны широкие знания. Физиков нужно учить. Музыке, истории, антропологии, живопись. Их нужно учить всему, потому что никогда никто из них не может знать, где и на что он наткнётся. У него должна быть иначе образована вся эта история, которая внутри черепа находится. Ну и что нас ждёт-то? В 1996 году многие здесь, кто сопоставимого со мной возраста, помнят, испытали мы все шок, когда программа Deep Blue обыграла Каспарова. И сам Каспаров был в ужасе. Но когда все пришли в чувства и стали разбирать эту историю, то оказалось несколько вещей. Оказалось, как я, кстати, и тогда ещё ничего не понимала, не знала, но сразу подумала, нечестная игра, так нельзя играть. Каспаров тогда говорил, дайте мне компьютер, который играть не будет, но будет моей памятью дополнительной. Не может быть человек, который помнит миллионы партий. Такого человека нет. Более того, компьютер не устает, он не влюбляется, обходится без похмелья, он не спит, он не нервничает. Так нельзя. Это несопоставимая история. Так нельзя играть. Ну хорошо, время шло, всё это усложняло. Да, кроме всего прочего, эта программа была надрессирована на конкретного игрока. Эта программа знала про то, как играет Каспаров, больше, чем он. Потому что она знала каждый шаг его с момента, когда он первый раз фигуру в руки взял. Усложнялось, усложнялось. Крамник тоже погиб на этой истории. Но стали нам говорить, что есть другие игры, что это, в конце концов, перебор операций, вопрос скорости. Но есть игры типа Го, которые не поддадутся. Радовались напрасно. Потому что вот в 2018 году программа Альфа Го обыграла Лисе Доле, у которого девятый дан по Го. Как она это сделала, большая загадка. Я спрашивала, кстати, как их учат. Сам факт, как их учат, вообще впечатление производит. Потому что садится, в кавычках, садится эта программа напротив сама себя. То есть она играет со своим клоном. Они равные. И они играют, скажем, миллион партий. Человеку тут делать нечего. И она обучается, она учится все время на своих собственных ошибках. Это очень интересная, отдельная тема интересная. Дипмайн создала вот эту систему Альфа Го. Это угрожающая, я считаю, нам система. Это универсальный алгоритм, который позволяет за сутки этой программе с нулевого начала. Вот ничего она не знала. Достичь уровня, чтобы обыграть любую программу любого человека. Дело не в игре. Мы не собираемся играть. Но дело в том, до каких высот это уже дошло. Потом, я считаю, что я очень умная, стала говорить. Есть кое-что, чего эти железные монстры не возьмут. И это игра в покер. Потому что там блеф. Да. Там пелка фейс. Там, ну, в общем, все, что мы знаем. Взяла и это. Она обыграла четырех лучших игроков мира. Это было недавно совсем. Выиграла у них почти два миллиона долларов. Но, естественно, этой железяке ничего не дали. Это сидят четыре этих игрока, которые просто смеются над этой ситуацией. Потому что разгромный счет был. Где мы оказались? Вокруг нас текучий, прозрачный, сверхбыстрый, гибридный и мерцающий мир. Мы вообще все еще планируем жить в мире смыслов. Мы вообще чему-нибудь можем говорить? Я могу доверять тому, что это микрофон. Что вот Вера Ивановна, это Вера Ивановна, а не ее имитация гениальная. Или, если мы имеем дело с виртуальным пространством, то это каждый раз новое существо там может быть под тем же именем. Или их может быть 256 тысяч. То есть мы вообще, мы что, хотим, чтобы оно целиком все рухнуло? Я не хочу быть понятой как то, что я считаю, что от этого нужно уходить. Мы все равно никуда и не уйдем. Мы уже попались в эту ловушку. Деваться нам некуда. Но нам нужно остановиться. Примерно как я, когда у меня все сломалось в Сапсане. Сесть и подумать. У нас какие планы? Мы вообще на этой планете что-то собираемся делать? Вот осмысленное. Мы еще хотим жить в мире смыслов? Или мы только будем гонять эти единицы и налево, и направо, и налево? Второй мой вопрос. А куда мы так разогнались? Все говорят, ускорение, ускорение. А куда спешили? Нет, я просто хочу знать. Вот куда мы спешим? Я позавчера выступала в школе, в очень сильной, в немецкой Петри Шуле, в которой моя внучка учится. Дети там собрались. Дети мне задавали умные вопросы. Один из этих вопросов был, девочка задала. Я даже спросила, кем она будет. Она говорит, буду юристом. Я говорю, у вас мало работы не покажется в связи вот со всем этим. Она говорит, а ведь не может быть ускорение бесконечным. Это же когда-то должно остановиться. Я говорю, вы про физику спрашиваете? Физически? Или что? Она не имела в виду социологию и общество. Она имела в виду вообще. Есть идея такая, что все-все время ускоряется? Или есть где-то порог, где все. Больше невозможно. Вопрос, между прочим, нетривиальный. Цифровой мир, автономную жизнь уже ведет. И дальше будет, чем дальше, тем больше. Интернет вещей. Что проделывают эти сети, даже не хочу говорить. Цифровая реальность будет и уже является признаком отбора в Сау-Цеуме. Это я подыгрываю. Здесь было сказано, что классы никуда не делись. Классовое общество, разумеется, есть чем дальше, тем хуже будет. Это значит, что будут очень большие группы людей, условно говоря, в Африке. Я условно, в кавычках говорю. Которые массово не будут допущены на этот огромный театр, где цифровое. Это же требует больших денег. Значит, они как бы вообще каста, которая выпадает вообще. А что мы с ней делать будем? Запустим ее на Марс там осваивать? Или что? То есть, социальные катаклизмы, я их просто вижу. Они не могут не быть. Да, и я здесь сказала, недоверие к информации. Никто ничему не верит. Я не говорю про банальные всем известные вещи, фейк-ньюс, там. Но это просто все знают. А информация, которую наши дети, студенты, получают из интернета. Ведь их надо специально учить для того, чтобы они в нужные сайты лезли. А не лазали в эту дурацкую Википедию, где им все расскажут, только это неправда. То есть, это встает отдельный вопрос о том, как сделать информацию, хоть какую-то, надежную. Кому-нибудь верить я могу еще или нет. Возникают и новые тревоги. Например, синдром отложенной жизни. Это, между прочим, синдром, свойственен практически всем родителям. Родители говорят, ты веди себя хорошо, учись хорошо, тогда ты будешь дальше жить хорошо. Его жизнь уже идет. Это не черновик. Его жизнь как началась в момент зачатия, так и идет себе. И это одна она идет. Если про инкарнацию мы не будем в суете. Вот, цивилизация праздности. Что будут делать все эти миллионы водителей и всех прочих, которые, разумеется, останутся без работы. Это стремительно происходит. Они чем займутся? Когда мне говорят, что они будут творческой работой заниматься, играть на лютне и писать сонеты, у меня есть сомнения. Дезориентация в мире. Примерно как я сегодня в Сапсане. А что мне теперь делать? Что мне делать теперь? Вот эти дети, кстати, перед которыми я позавчера выступала, они говорят, А вы взрослые, они очень серьезный вопрос ставят. Вы взрослые, вы нам скажите, а как нам жить в этом мире? Не тем маленьким, для которых вы успеете что-то придумать. Я все время говорю, ну не уж такие же мастервицы все, чтобы бросить наших собственных детей в страшный лес или в океан. И пусть они выкарабкиваются, как хотят. Мы же должны для них что-то придумать. Как им жить-то в этом мире? Он уже не вернется ни в какой другой. Они говорят, а сейчас нам что делать? Вот давайте ответим, а что им сейчас делать? Нам учиться идти, а идти куда? Учитывая, что вы сами на каждом шагу сообщаете, что специальности все исчезают. Людей, которые учатся ради развития, ну не будем друг друга обманывать, их маленькое количество. И того homo confusus, вот он так вот и сидит. Посреди рельс и в недоумении. Как ему дальше жить? Очень многое зависит от того, чем наполнена наша голова. Витгенштейн гениальный в свое время такую придумал метафору ковра. Он говорил, что мы все смотрим на один и тот же ковер, только каждый вытаскивает из него свой рисунок, как бы свои нити тащит из него. Значит, это не какой-то объективный мир, который где-то там стоит, а мы вокруг ходим и пытаемся его разгадать. Он с нами спаян, этот мир. Он такой, как позволяет наше сознание, я не люблю это слово, но все же скажу, сознание его воспринять. Одну и ту же ситуацию в Афримут, как подарок, как губернатор Московской области, цифра нас спасет. А другие люди совершенно иначе. Если мы смотрим на папирус или на том Шекспира, и мы не умеем читать Шекспира и читать папирусы, то эти два объекта являются физическими объектами, имеющими высоту, длину, вес, шероховатость и так далее. Они не являются произведениями гения. Мы не хотим, я надеюсь, дожить до времени, когда не будет людей, которые умеют читать Шекспира или египетские тексты. А такая опасность есть, между прочим, по всему миру она есть, потому что маленькие специальности исчезают из-за невыгодности. Ну хорошо, вот эта фотография, которую я сама сделала над Финским заливом, мне она нравится. А вот я спрашиваю, искусственный интеллект, он ее увидит? Мой ответ, конечно, увидит, потому что он уже оснащен всем, чем может быть оснащен. А он поймет? А тогда у меня следующий вопрос. А что такое понять? Это по отношению к человеку. Как? То есть давайте освободим время и подумаем над этим. Вот мы собираемся еще что-нибудь понимать? Или мы собираемся только базы данных гигантские собрать? Бигдейта. На них нашлем кучу суперкомпьютеров, которые дикое количество энергии будут потреблять и тепла выдавать. И тасовать это все. А зачем, скажите? Если не будет людей, которые в состоянии это оценить, то для чего это делать? Мои вопросы. А логика у самого мозга есть? Никто не обещал, что там Аристотель поселился. Мозг подчиняется физическим... Это я... Ответов не будет. Это я просто... Задание надо. Мозг физический объект, физический. Он подчиняется физическим законам? Подчиняется физическим законам. Если не секрет, какой физике? Вот какой физике он подчиняется? Ньютона, Эйнштейна, Нильса, Бора. Какая физика там? Серьезные ученые, в том числе и сидящие здесь, скажут всем, всем трём. Это делает нашу... Не трём, а 133. Это делает нашу работу по изучению того, что это такое, ещё хуже. Потому что там, ну, как, в какой парадигме работать, если они все вместе? А с математикой как дела обстоят? Какая именно математика управляет мозгом? Нильс, Бор, Эйнштейн, беседуя друг с другом и врозь, говорили интересные вещи. Физика – это не о том, как устроен мир, а о том, как мы думаем, он устроен. Или как мы на него смотрим. Вот вторая вещь меня просто с ног сбивает. Всё, что мы считаем реальным, состоит из... Слово «частицы» не хочется употреблять, потому что там не только частицы. Но состоит из чего-то, что вообще не является реальным. Так куда мы попали? И последнее тоже очень поучительное. А именно, нет, нет, это вам кажется, что вы думаете. На самом деле вы просто логически мыслите. Думание – это не только логика. Я с этого начала. И не стоит забывать, что и другие существа тоже много чего умеют. О чём эти картинки и свидетельствуют. Одна рыба другой говорит, что взять эту наживку ниже моего интеллектуального уровня. Ну, таких много картинок, времени нет. Теперь мои вопросы. Мои вопросы такие. А что такое глупый человек? Вот совершенно глупый человек. Его мозг всё равно совершенство. Всё равно он сложнее всего в Вселенной. А глупый мозг может быть? Или может быть только человек глупым? Деятельность мозга точно не перебор операций. То есть, конечно, перебор операций, но отнюдь не только. А какой мы искусственный интеллект создаём? И если не секрет, пусть кто-нибудь поделится сокровенным знанием. Для чего? Если искусственный интеллект для того, чтобы мне борщ не варить, а чтобы девушка бегала, всё варила, чистила и ещё пела, то с этим я согласна. Но мы же не это. Мы создаём себе замену конкурента. Какой мозг-то мы создаём? К концу иду. Может у искусственного интеллекта появиться то, что называется самость. Я. Это ужас. Я даже не хочу это продолжать. А как мы собираемся об этом узнать? Мы об этом узнаем? Мы можем об этом не узнать. И это ставит другую, очень серьёзную вопросу. То есть вопросу, проблему. А именно, как отличить подделку, гениальную подделку от оригинала? Как отличить? Я вот говорила с искусствоведами очень высокого класса, которые для соцбез эксперты. Я говорю, скажите, а как вы отличите оригинал от абсолютно феерической подделки? Имеется в виду не физическими способами, холстом, всякие методы физические. Я не про это говорю, а вот так, глазом. Знаете, что они отвечают? Предсказуемо. Они отвечают, мы просто видим. Знали и всё. То есть, если бы не было оригинала, то эта копия была бы шедевром сама. Но перед ними-то выбор. Это интересная вещь. Уж я не говорю про последний вопрос. Страдать, всё переживать. Эмоции – это черта живого. Что-то не видно у них. Там нет боли, там нет смерти. И мы попали в нечеловекомерный мир. Вот эта катастрофа, которая сейчас была, вот когда в Африке самолёт рухнул, я почему-то стала про неё читать. Обнаружила я следующее. Что там включился автопилот, который с огромной скоростью принял решение идти не вверх, а вниз. Со скоростью, недоступной человеку. Человек просто не мог успеть. Вот нам пример. Пожалуйста, доигрались. Но я заканчиваю вот чем. Как нам не потерять базовые представления о мире, в котором мы живём? Мы всё-таки привыкли, что есть стулья, бутылки, сосны, моря, бифштексы, да? А сейчас чего это всё как-то поплыло? Потому что виртуальные дополненные реальности вам всё, что хочешь, покажут. И все сенсоры есть. Как нам не потерять контроль над этим? Базовые, этические и правовые нормы все меняются. Поэтому гуманитарная жизнь здесь на полную катушку включается. Это же совершенно не разработано. То есть разработаны очень маленькие кусочки правового поля. Когда мы говорим о машинах беспилотных, которые она задавила, и что? А что в неё положили, кроме правил? В неё положили, что когда перед тобой идёт ребёнок, остановись, помедленнее поезжай. Такого рода вещи, конечно, нет. Кроме того, есть кросс-культурные различия. В одних странах, не при Академике Тишкове будет сказано, в одних странах одни ориентиры в других другие. Мы не будем говорить о том, какие лучше, а какие хуже. Но они реально есть. И мы не можем делать вид, что этого нет. Ну и, конечно, это требует перемен в образовании. И написать такой список, и ещё таких 10 списков я могу написать хорошо. А что на самом деле делать, мы не знаем. Я, поскольку консерватор, я по-прежнему считаю, что нужно учить, как учили, без всяких баллонских процессов. Но я вполне готова к выстрелам в свой адрес, потому что на самом деле не так. Шнитке, это мой последний слайд, в одном из интервью сказал следующее. Для образования жемчужины в раковине нужна песчинка, что-то неправильное и инородное. Совсем как в искусстве, где истина великая рождается не по правилам. Это я на этом действительно заканчиваю. И заканчиваю я вот почему на этом. Потому что, если мы будем играть в алгоритмы и только гонять цифры взад-вперёд, будущее наше призрачное. И заканчиваю я вот на это. Ну, всякому понятно, что это кадр из великого фильма «Огни большого города», где речь именно идёт о эмоциях, а не о высчитывании того, что хорошо, а что плохо. Спасибо большое, извините, что долго.